I've got news for you Всем привет! Вы смотрите Новостью ТВ. Поможем всем миром! Студенты ПетрГУ не остались безучастными в борьбе за жизнь своего товарища. О спасительной акции и тяжелой судьбе Евгения Ивачука расскажем в нашем сюжете. News for you В Управлении социального развития ПетрГУ пришло вскрытие ящиков для сбора пожертвований на операцию студента пятого курса Евгения Ивачука Евгения. Евгений студент физико-технического факультета. Ему поставили диагноз – артериевенозная мульфорация головного мозга. Стоимость операции составляет 300 тысяч рублей. И при этом подарить надежду на выздоровление мог любой желающий. В какой срок и каким образом были собраны средства? Средства собирались в течение двух недель. Это были коробки по корпусам. Также активисты различных факультетов провозвели всевозможные акции, в рамках которых ребята сдавали деньги. Кроме того, активистами математического факультета была проведена акция «Ночь кино» в кинотеатре Калевала, где собраны средства у входа были переданы. И также кинотеатр Калевала перевел всю сумму средств, полученных от продажи билетов на счет. Никто не остался равнодушным. И каждый, включая, конечно, и естественно, студенческий правком и профоргов, они оказали посильную помощь. От лица студенческого телевидения выражаем благодарность всем, кто принимал участие в сборе связи. А Евгению желаем скорейшего выздоровления. КВН не знает границ. Юмор с берегов Онеги добрался и до культурной столицы. Об участии команды КВН «Пегас» в полуфинале региональной лиги «Балтика» смотрите в нашем следующем сюжете. В городе Санкт-Петербурге прошел полуфинал региональной лиги КВН «Балтика». После активной поддержки наших болельщиков команда успешно вышла в полуфинал этой лиги. Мы приехали в Питер в составе 100 человек активно болеть за нашу команду. Ребята фантазировали на тему кино. Как отличить настоящего КВН-чика от ненастоящего? У ненастоящего есть нормальная работа. Ребята, какие ощущения от игры? Немножко устали. На самом деле рады, что попали в финал. Было достаточно нерва. Но мы справились. Мы в финале, мы победители. На первое место рассчитывали? Конечно. Только на него. Поэтому... А у нас не первое место. Это вообще было великолепно. Наши ребята молодцы. И мы всем сердцем за них болели. Они такие умнички. Мы безумно рады, что они прошли в финал. Мы их очень-очень любим. Пегас понравился жюри, тем самым получив путевку в финал. Любовь – это прекрасное чувство. Но зачастую многие из нас тратят уйму времени на поиски своей второй половинки. Команда ЮТВ убедилась, что даже самое одинокое сердце может стать поистине счастливым. Тебе грустно? Одиноко? А вечера ты проводишь лишь в компании ноутбука или перед краном телевизора? Тогда эколого-биологический факультет предлагает тебе возможность исправить положение в рамках проекта «Одинокое сердце». Можете ли вы нам сказать, насколько развился этот проект с момента его создания? Ну, проект был создан на школе «Актива» в 2011 году. А верите ли вы в то, что настоящую любовь можно найти на подобных мероприятиях? Ну, любовь можно найти везде. Ребят, вы выиграли главный приз – билеты в кино. Какие у вас эмоции? Позитивные. Планируете в дальнейшем общаться после похода в кино? Да, возможно. Да. Ищите любовь. А если с этим возникают сложности, то приходите на «Одинокие сердца». Я же свою вторую половинку уже нашел. Дима Сдосевич. Влад Бабошка. Специально для News4U. С вами были Новости ТВ. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!